МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этого автора, как новое дыхание вселенной, я спешу вам представить, композитора и неоклассика Михаила Мищенко. Всем привет. Михаил, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей программе. Спасибо, что пришли. Ваше направление – неоклассика. Что это за направление и какое оно место занимает сейчас в России? Как развивается? Во-первых, это не неоклассика, скажем так. То есть этот термин был в 20-х годах. И из-за того, что пока что непонятно, какое название дать вообще этому стилю, то есть это вроде классика, вроде электроника, вроде даже рок и панк, это все что угодно. То есть какая-то смесь, просто это все подается в какой-то более классической форме, наверное, играя с филанчелями, со скрипками, с арфой, с хором даже. То есть ты понимаешь, что классика и остальная музыка, которая вокруг, она на самом деле между ними очень тонкая грань. Да, и вот эта грань, которая существует, я стараюсь смыть. В общем, вот. Началось, наверное, я помню, когда первый раз меня назвали неоклассиком, это был, наверное, 2011-2012 год, потому что это тогда как раз пришел к нам в Россию Людойко Иннаудио, такой известный композитор, потом там разные как бы другие, тоже молодые ребята, с которыми я выступал вместе в Доме музыки. И в разных, вот здесь, в Белосельском, Белосельском дворце у вас в Санкт-Петербурге. И тогда как раз вот это пошла волна. То есть стали появляться новые композиторы. То есть именно те, которые, скажем так, перепаковывают... Я помню вот свой один разговор с журналом Кольта. Вот, и там как раз у них был жирный заголовок о том, что Мишенко переупаковывает классику. Ну, то есть, грубо говоря, я делаю то, что есть уже, скажем так, то есть есть совершенно, опять-таки, различные стили, даже в классике, да, то есть в классике же много всего, и опера есть, и есть хоровые произведения, есть и для симфонического оркестра, да, то есть я все это переделываю. То есть, например, два года назад при поддержке саундапа, это у нас такое есть, скажем так, ну, в общем, концертное агентство, скажем так, окей. Ну, сейчас, да, это модно. Да, да, концертное агентство, можно так сказать, ну, как типа букеры, да, которые привозят разных современных классиков или старых, или новых, или те, кто уже умерли, ну, точнее, их произведения, да, и они как бы делают концерты в нестандартных местах. Например, на библиотеке Медленина, или на заводе, или еще где-то. Вот, так что, если будет интересно, можете потом посмотреть в интернете саундап. Вот. И, в общем, они как раз мне сделали презентацию альбома, у меня был альбом очень интересный, я подвис как раз в этом альбоме, он назывался «Эксергия». Вот, я старался смешать все подряд, то есть вообще, то есть там был и хор у нас выступал вместе с нами, и был симфонический оркестр, была электроника, было вообще все, что угодно, все, что можно было представить себе в голове, по крайней мере, то, что я мог у себя представить в голове. Так как «Эксергия» – достаточно интересный термин. Его придумали русские физики в 70-х годах. Это выражение, этот термин подначается как выражение полного КПД любой термодинамической системы. То есть человек, сейчас немножко-немножко помню, и все. Давайте, давайте. Вот, каждый человек, он и есть терминодинамическая система, потому что он вырабатывает энергию, скажем так, да. И, грубо говоря, этот термин является параллелью фразы «О сердце пламенный мотор». То есть это максимальное выражение любого человека, его сил, его КПД, да, скажем так. И, в принципе, об этом и был альбом, чтобы показать максимально, что возможно выжить сейчас из музыки. В итоге, в общем, вышло достаточно интересно. Вот, опыт был реально такой странный. Я первый раз такое делал. Да вообще, в принципе, мне кажется, мало кто делает подобные вещи в мире, я думаю. Ну, а тем более с такой, скажем так, подачей, да, то есть я, наверное, скорее всего, был первый. Вот, и это был интересный эксперимент. Вроде люди восприняли хорошо. Поэтому после этого, как бы, я понял, что каждый альбом, который у меня есть, ну, до этого их много тоже было разных. Если вы, может быть, смотрели, у меня там больше 40 альбомов, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, как бы, даже под разными там именами, но моих личных, там, штук 20, наверное, может быть, 20 с чем-то. А так, как бы, достаточно много пишу музыки. Потому что и очень много фильмов выходит, и разных там игр, там, еще чего-то. В общем, неважно. И, в общем, к чему я это все... После этого, после этого масштабного проекта, я понял, что, на самом деле, у меня практически в каждом альбоме я стараюсь прослеживать какую-то концепцию. Вот. То есть важно, чтобы музыка, да, как бы, она была, скажем так, общим, простым, как бы, термином, как язык. Да. То есть, чтобы ты мог при помощи музыки передать человеку какое-то, возможно, знание или, возможно, какое-то ощущение, да, то, что ты сам мог пережить или то, что ты сам хотел бы донести, но не знал, как. Сложно сейчас, вот, в современном мире, молодому композитору реализовать свои, например, амбициозные задачи, стать известным, рассказать о своем творчестве. Есть ли какие-то препятствия, или сейчас все проще? Сейчас есть интернет, площадки. Вообще, я думаю, что, когда, опять-таки, вспоминая себе даже лет, там, 15 назад, там, даже, ну, может быть, чуть поменьше, в 2006 году у меня был первый альбом, который я записал дома вообще. Вот, который у меня просто, у меня там был маленький микрофончик, и я с него там все снимал, там, обгладывал ваткой, короче, в общем, пианино. И в тот момент, когда мне хотелось записать очень какой-то такой странный, странный альбом, просто на пианино, ну, до сих пор, кстати, в сети даже есть. Ну, единственное, я его отрылся по себе какое-то время и выставил, вот, на то, чтобы люди послушали. В общем, к чему я это все? К тому, что тогда, когда я был маленький совсем, мне было 15, там, 14 лет, я понимал, что, а как вообще донести долю? До людей, потому что тогда только-только появлялись соцсети, тогда только появился, наверное, Фейсбук или ВКонтакте, я не помню. А вот тогда, по-моему, даже и не было, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, тогда что-то все такое вот только начиналось. Да, да, было ЖЖ, я помню, был Live Internet, но были какие-то вот именно дневниковые большие истории, да, где люди там постили свои фотографии, там, какие-то истории, и у них было сколько-то там подписчиков, да, там. И, в принципе, оттуда очень много кто как бы и вышел, да, то есть среди каких-то и репортеров, и журналистов, да, то есть, ну, и как бы их блогеров, то же самое, вот. В общем, тогда у меня был Live Internet, и я туда постил все, и я думал, как же мне донести до людей вообще, да, свою музыку, потому что очень было интересно, что же они скажут вообще. В итоге, в общем, слава богу, появился контакт. Вот. И вообще все эти соцсети, потому что, на самом деле, это очень крутые площадки для продвижения себя, но раньше они работали немножко по-другому, мне кажется, потому что раньше они, наверное, как-то более были нацелены на, скажем так, на людей, которые реально что-то делают новое или свое, а сейчас это больше реклама, 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 чем ты больше делаешь рекламы, тем больше у тебя будет аудитория, скажем так. То есть, как бы сейчас больше реклама, нежели чем какая-то вот интересная, то есть, ну, концепция, еще что-то преобладает над творчеством любого музыканта, поэтому, как вы сами видите, рынок у нас перезаполнен одним и тем же продуктом, который пытается просто ломиться, да, в каждую дверь просто, да, и из каждого утюга, скажем так. Вот, в общем, да, по поводу музыки, вот, и после какого-то времени, да, когда я понял, что ВКонтакте можно как-то там чего-то делать, да, там, продвигать всю музыку, там, или, не знаю, там, общаться с людьми, которые слушают ее, да, опять-таки же, пришло как раз это время, да, как раз появился вот такой маленький скачок, такой маленький бум произошел, да, то есть появились первые, помимо моей музыки появились другие композиции, там, у меня есть друг один, Женя Горенько, такой тоже классный композитор. Мирко, кстати, который больше известен в Турции, там собирает, там, вообще, 50-тичный зал, вообще, да, он прям супер молодец, причем совершенно вот, недавно стал это делать, это вот благодаря, как бы, по-моему, Инстаграму. Тоже социальным сетям. Да, благодаря Инстаграму просто выложил видео, где он там играет, и все, и у него сразу какой-то вот пошел скачок такой, в совершенно случайно, реально, это прям очень круто. Вот, бывает вот такое, что, да, как-то кто-то случайно замечает, а потом уже пошел сарафан на радио. Вот, и, в общем, я помню, стали появляться новые композиторы, новые, и вот, наверное, в данный момент нашего времени, когда уже рынок, ну, и то, что он перенасыщен, просто никогда не бывает, грубо говоря, там, двух пионеров, да, то есть пионер всегда как бы... И еще он может быть однообразен, то есть нужно как-то выделяться, что-то постоянно придумывать новое для того, чтобы... Да, есть, конечно же, есть такая классная, кстати, книга, я бы даже всем посоветовал бы ее, это книга «Стратегия голубого океана». Она очень интересная, я забыл, кто писатель, но название есть, уже все, все уже запомнили, я надеюсь. Вот, в общем, эта книга о том, что нужно создавать инновации, хотя бы стараться, пытаться сделать чего-то по-своему и не бояться этого, скажем так, потому что есть, типа, Красный океан, да, это как раз вот рынок, который перенасыщен, где очень много есть конкурентов, где постоянно идет война, скажем так, да, А есть голубой океан, где спокойные воды, где ты можешь спокойно развиваться со своей, типа, скажем так, если ты придумаешь что-то новое, и в твоем океане не будет просто конкуренции, скажем так. Здесь музыка, наверное, все-таки, да, судя по тому, что она становится более коммерциализированной, да, то есть есть, конечно же, остаются люди, которые до сих пор, там, не знаю, играют металл, например, там, хотя в России это, ну, может быть, не так популярно, как во всем мире, но есть как бы люди, которые, круглые, есть какие-то стили, которые у нас, возможно, перестали быть мейнстримом, что слушали большинство, потому что я вспоминаю, например, 2006 год, 2007, все тогда слушали там группы всякие тоже, вот, кстати, питерские, там, аматори, еще какие-то, то есть, ну, какой-то вот такой прям тяжелый рок, да, причем было фанатов очень много. Сейчас постепенно приходит что-то, ну, в моду, там, рэп, еще что-то, ну, грубо говоря, да, ну, вот, скажем так, да, более, наверное, рэп, не знаю, легкое это или нет. Ну, там больше смысловая такая начинка идет. Если бы смысловая бы, еще, я бы понял. А это, конечно, по-разному, больше текст, даже текст играет роль. Да, да, ну, грубо говоря, то есть музыка уже особо не играет роль, играет роль больше текст. И вот с появлением этих новых композиторов, да, молодых, да, как бы, то есть, рынок, он все равно, как бы, перенасыщается, то есть, невозможно так, чтобы было там 20 известных композиторов, скажем так, ну, или каких-то там, то есть, которых воспринимает народ так же, как бы, как и всех, потому что даже во время Баха было 100 Бахов, грубо говоря. Ну, грубо говоря, были люди, которые тоже писали музыку, у них были свои теории по этому поводу, да, то есть или во время Моцарта, например, помните, там Моцарт и Сальери, там постоянно вот это была у них стычка, типа, даже есть всякие классные документальные, художественные фильмы, вот об этом, ну, и документальные о их жизни, что они постоянно, типа, вруждовали между собой, грубо говоря, вот. И в современном мире композитору, молодому начинающему, смотря, чем он занимается, ему может быть сложно, да, конечно, если он хочет пробиваться как-то наверх и становится более популяризированным, да, более, там, ну, чтобы его замечали и СМИ, и люди вокруг, ему, конечно же, нужно делать просто миллион дел, да, то есть это не только человек, который, там, не знаю, который пишет музыку, да, а этот человек, он и чувствует, и чуть-чуть блогер, и чуть-чуть, там, звукорежиссер, и чуть-чуть, там, не знаю, оператор, и чуть-чуть то, чуть-чуть это, то есть это набор всех функций, да, который может, он взаимодействует, и чем больше он знает, да, тем больше у него возможности, да, как бы себя проявить, вот. Поэтому я могу сказать так, что в современный рынок, да, людей, которые пишут музыку, именно композиторы, да, вот именно, ну, грубо говоря, в современной классике, да, он недостаточно, как бы, широк, потому что не все могут получить с этого какой-то профит. Если с самого начала брать ваше творчество, вы, естественно, как любой мальчишка, наверное, увлекались, там, спортом, может быть, и наукой, но все-таки сделали акцент на музыке. Изначально вы знали, что это будет ваша профессия, или все-таки рассматривали это как хобби? Ну, я помню, что лет в восемь я хотел быть хирургом, изучал биологию, реально, прям, очень сильно изучал химию, биологию, потом лет в десять я захотелся пианистом, и понял, что для пианиста нужно прям, это немножко все-таки талант, то есть, если кто-то умеет очень круто бегать, да, там, Рахманинова, там, всяких, там, Шопенов, там, Этюды Черни, там, я не знаю, ну, грубо говоря, то есть, у которых, в общем, уже руки от природы были, как бы, то есть, их, конечно же, можно развивать, это дело, там, нет предела совершенства, все дела, но некоторым людям, наверное, дала природу больше, а у меня были маленькие пальчики, грубо говоря, но сейчас они чуть побольше стали, вот, но в детстве, как бы, у меня не было, я не мог, у меня не было такой техники, но я открыл себе другую способность, я очень классно играл кого-нибудь Бетховена, какие-то медленные пьесы, все это, которые прям трогали людей до слез, вот, и я вот умел прям играть так, чтобы прям, вот, было прям очень, очень классно и очень красиво, вот, и это, потом я понял, свой этот, скажем так, маленький талант, я понял, что пианист из меня не выйдет, но зато я могу играть не особо быструю музыку, но при этом отдаваться этому полностью, и после этого появилась как раз мечта о том, чтобы, а почему бы не писать музыку для фильмов, потому что там я не, от меня не требуют, чтобы я играл, как, там, Рахманинов, да, грубо говоря, но при этом, как бы, там требуется обязательно чувство, как бы, да, чувство кадра, чувство музыки, чувство гармонии, да, то есть и способность передачи этого человеку, который смотрит этот фильм, вот, я думаю, что лет, наверное, да, в 14, когда я закончил музыкальную школу, как раз по классу фортепиано, все в основном, ну, процентов 95, ну, как вы знаете, может быть, вы тоже заканчивали музыкальную школу, все потом, как бы, чураются, говорят, мне никогда в жизни больше играть не буду, потому что, там, 5-7 лет, как бы, в музыкальной школе, да, это... В основном, это родители тебя отводят, давай, занимайся. Да, да, давай, давай, и, как бы, потом уже плетка, меня тоже, как бы, последний год, когда у тебя уже идет пубертат, и ты хочешь больше гулять, там, общаться, типа, с девчонками, скажем так, а ты здесь, как бы, сидишь и учишь, там, эти концерты, да, у меня был концерт Прокофьева, я помню, я какую-то часть играл на экзамене, и, в итоге, в общем, все это было очень-очень, как бы, сложно, но, в итоге, говорю, я выучился, и пол, что, вот, после, у меня первый месяц тоже было ощущение, я никогда в жизни больше не пойду заниматься на этом фортепиано, вот, а потом, через пару месяцев, я пол, что я опять хочу, все, я, вот, типа, не могу, я пол, что, вот, у меня был последний класс, как раз, и в 11 классе, я, ну, как бы, то есть, пол, что мне хочется еще дальше чего-то изучать, в итоге, я на полгодика сходил на барабанах, поучился, поиграл, потом полгодика на гитаре, и, как-то, вот, чуть-чуть везде, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь продолжил на пианино играть, какой-то джаз уже больше, вот, и вот этот год, мы последним вместе с учебой прошел под флагом, типа того, что нужно выучить все, и сразу, чтобы там, чтобы во всем чуть-чуть хотя бы разбираться, потому что человек, это, который проходит все стадии, да, то есть, он приблизительно понимает, то есть, как этот инструмент устроен, например, да, что с ним можно сделать, потому что, если человек полностью себя, ну, это мы, чисто мое, как бы, субъективное мнение, то есть, объективное, вот, если он отдается полностью только одному инструменту, это прекрасно, если у него есть талант, да, это здорово, но если ты, как бы, пишешь музыку, да, то ты должен хотя бы как-то чего-то знать о других инструментах и уметь хотя бы, или пытаться на них играть. Но если говорить о музыке, как о языке, то вы конкретно что хотите донести своим слушателям через музыку, вот через, тем более, такую вот симбиоз там различных звуков? Как раз, да, вот об этом. Мне недавно было интервью там тоже, и спрашивали, что бы ты хотел бы донести, или люди понимают тебя вообще? Я такой, ну, надеюсь, конечно, что понимают, надеюсь, вот, но, в принципе, я думаю, это какое-то вдохновение. Я думаю, что есть, если простым языком говорить, потому что как раз в том интервью, в котором у меня было, я там достаточно более, он было более такое, более техническое, скажем так. Я думаю, что есть, говорю, есть вещи, которые невозможно передать словами, да, есть вещи, которые невозможно выразить, невозможно объяснить, да, в своей жизни, потому что, ну, мы люди, мы не сможем понять все, так что нужно с ним смириться и просто иногда импровизировать, скажем так, в своей жизни. И я думаю, что какой-то эксперимент, который я делаю в музыке, и те посылы, которые я несу через это, то есть это какое-то ощущение, наверное, какого-то все-таки эксперимента, да, то есть пусть это даже, возможно, эксперимент не так сильно удавшийся, как какие-то более попсовые проекты, да, но я понимаю, что это те вещи, которые могут, опять-таки же, вдохновить человека. Он может, потому что есть люди, которые приходят после концерта, которые мне пишут и говорят, что в их жизни что-то поменялось, хотя они не понимают, что именно. Вот. Это здорово. Классно, что у людей что-то меняется, и они могут этим поделиться. Мы говорим о том, что очень важно не сломаться, знать, к чему ты идешь, стремиться, знать свои цели, да, и не отступать. Но у Бога всегда есть свои планы на нашу жизнь, да, и вот вам вера помогает вот в реализации своих творческих амбиций в жизни? Да, я думаю об этом. Я думаю, что есть, говорю, такая вещь. У меня отец был очень верующий в детстве, когда я был маленький, вот, но потом он умер, когда мне было 14 лет, и пубертацию у меня прошел в достаточно таком сомнительном состоянии. Я не знал, ну, в основном, что мне делать, кроме музыки, вот, но при этом как бы старался чего-то делать. Вот. После этого, скажем так, я стал много читать, много думать об этом, что же внутри меня, да, потому что мне всегда интересно было, что же внутри меня, моих, там, людей, моих друзей, каждого человека, с которым я встречаюсь. Вот. И я понимаю, что есть вещи, да, опять-таки же, возвращаясь в беседу прежнюю, о том, что я иногда понимаю, что есть то, чего мы не сможем никогда объяснить, и это есть в каждом человеке, да, и я сам в себе никогда не смогу, как бы, объяснить некоторые вещи, да, потому что я буду даже в себе всю жизнь копать, да, как бы человек настолько глубок, что в каждого человека можно провалиться. И я думаю, что есть, говорю, опять-таки же вещи, которые невозможно опровергнуть. Из-за того, что сейчас мы живем в ве глобального симбиоза, да, все постепенно между собой сращивается. И мы это видим, что наука, да, как бы она не так далеко уходит и от религии, скажем так, да, то есть нужно понимать, что всегда, да, из-за того, что мы живем в дуальном мире, у людей есть какое-то противоборство, вот, но то противоборство, которое происходит во время как раз изучения себя и мира, скажем так, вот, оно не идет на пользу никому, вот, поэтому я считаю, что если внутри человека что-то есть, да, то, безусловно, это нужно взращивать и как-то этому помогать. Михаил, я знаю, что вы помните не только о себе, о своем творчестве, но и вы очень активно помогаете, вы занимаетесь благотворительностью. Это различные фестивали, да, поэтические вечера, даже вот в Москве вы проводили перформансы, да. Расскажите немного о вашей вот деятельности, как, можно сказать, меценатской деятельности. Ну, я не могу сказать, назвать себя меценатом, если я был каким-нибудь олигархом, то я бы, конечно, отдал бы больше денег, чем бы я бы мог бы. Но здесь, как бы, да, здесь больше я просто понимаю, что искусство – это тот товар, который ты можешь отдавать просто всегда и везде, да, то есть, конечно же, я получаю за это хорошие деньги, да, то есть, но иногда, если меня просят, да, какие-то, опять-таки же, фестивали, там вот, Антон, тут рядом есть у вас фестиваль очень хороший, например, или еще было, вот, я въезжу где-то, у вас есть очень невероятно классный цирк, Купсова цирк, может быть, знаете, если не знаете, обязательно посмотрите, это гениальные просто люди, которые сделали невероятные вещи, они берут разных беспризорников, разных сложных детей и делают с ними спектакли, и они даже получили золотую маску, по-моему, три года назад за свой один спектакль. Я могу сказать так, что есть очень много людей, которые пытаются помочь, и слава богу, потому что самое главное, что мы можем отдать, это время, вот, и эти люди, да, которые занимаются медицинством, да, то есть, они отдают прежде всего время, потому что время – это самое дорогое, что у нас есть вообще, реально, вот, все, что угодно, как бы, да, то есть, но время – это то, что мы ценим больше всего, но в основном те люди, которые занимаются чем-то, каким-то своим делом там или еще что-то, или еще чем-то, вот, и я думаю, что медицинство, да, то есть, это, ну, точнее, Я говорю, опять-таки, я не могу назвать себя. Это благотворительные проекты, да, помощь, скорее всего. Да, это помощь, скорее всего, да, это помощь тем людям, да, которые, скажем так, нету, в нашей жизни нету людей равных, но все неизаменимы, да. У нас нет равных, и нужно понять, но все люди незаменимы, потому что мы все очень разные. И когда ты помогаешь таким проектам, да, то есть ты понимаешь, что ты живешь просто, ну, как бы не зря, да. Ты можешь реально сделать кого-то чуть-чуть лучше или кому-то сделать чуть-чуть лучше, и это здорово. В заключение нашей программы я хочу, чтобы вы продолжили фразу «я счастлив, потому что…» Я думаю, у меня сейчас появилась фраза «я счастлив, потому что я честен перед самим собой», и я надеюсь, что это правда. Спасибо, Михаил, огромное. Творческих вам успехов, новых симбиозных проектов, чтобы все складывалось так, как хотите вы и как Бог. Спасибо. 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 Спасибо.